Жерар Депардье, похоже, меняет Саранск, где раньше жил на столицу Сибири. Знаменитый французский актёр спустя пять лет после получения российского паспорта решил сменить место прописки. А вот почему, узнал Кирилл Воробьёв. О визите известного французского актёра с российским гражданством в Новосибирь знали единицы, пока Депардье не проголодался и не был замечен в ресторане. Изучать сибирскую столицу звезда кино начал с сибирской кухни. Гости очень удивились, что такая звезда в нашем ресторане попросили его сфотографироваться, он никому не отказал. В ресторане Депардье отведал сибирских пельменей, а после оставил нет ни автограф, а вот такой автопортрет на хоккейной каске. В интернете появились сразу десятки постов. Вот Депардье в главном театре Новосибирска, после посетил православный собор. Его продюсер в ушанке и валенках, сам актёр в минус 25 гуляет без шапки. Следом, замечен на одном из городских рынков, на следующий день изучает ассортимент местных магазинов. По сути, напиток один и тот же, но вот это интереснее, потому что бутылка красивая, как парфюм. Для визита есть цели. В Новосибирске Депардье собирается снять фильм о городе. Рынки изучает тоже не просто так. Здесь планируют развивать продовольственный бизнес. Кстати, актёр уже оформил местную прописку и даже не в центре города. Ему была оказана услуга, которая популярностью в многофункциональных центрах называется на выездная регистрация. К нему был произведён выезд и оказана данная услуга по его регистрации. По нашей информации, Джерар Депардье прописался в Ленинском районе Новосибирска. Это, кстати, самый многонаселённый район города. Здесь в основном постройки старые и вот частный сектор. И, кстати, даже нет элитного жилья. Кстати, местные жители о знаменитом соседе ещё не знают, но фактически уже живут со звездой в одном городе. Если бы встретили, какая бы была ваша реакция? Вообще от под... В этом году Депардье юбилей. Ровно пять лет, как он стал обладателем российского паспорта. В 2013-м он получил регистрацию в Саранске, теперь в Новосибирске. Будет он здесь жить или нет, неизвестно. Но простого парня из глубинки интернет-пользователи уже встретили по одёжке. Кирилл Воробьёв, Юрий Бабичев. Вести из Новосибирска.